Всем привет! Меня зовут Егорова Ирина Викторовна. Я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист по профессиональной косметике Гильтек. В сегодняшнем видео мы поговорим о гликолевой кислоте. Это альфа-гидроксикислота, одна из самых, наверное, известных альфа-гидроксикислот и одна из самых часто применяемых в косметике. Она имеет самую маленькую величину молекулы из всех альфа-гидроксикислот и поэтому обладает наибольшей биодоступностью, то есть способна преодолевать эпидермальный барьер очень легко. Естественно, благодаря этому она может быть довольно агрессивной, но ее активность напрямую зависит не только от ее концентрации, но и от PH, PH средства, то есть водородного показателя. Чем кислее будет наш PH, чем ниже будет эта цифра, тем агрессивней будет работать гликолевая кислота. Ну, к слову, и другие кислоты, альфа-гидрокси тоже. Тем она будет большим повреждающим потенциалом обладать, ну и, соответственно, раздражающим тоже. Поэтому, если гликолевая кислота используется, например, в средствах, которым необходимо оказать контролируемое повреждение кожи, то есть это пилинги, то процент гликолевой кислоты будет выше, он будет однозначно, как правило, выше 10%, это может быть и 30, и 40 даже, и при этом будет довольно-таки низкий PH. PH может быть даже ниже 2. А если гликолевая кислота используется как поверхностное отшелушивающее средство, то PH такого средства, он будет тоже кислым, но уже будет выше 3, 3,5, около 4. То есть это позволит гликолевой кислоте не так глубоко провалиться в наши слои эпидермиса и не так сильно повредить сам роговой слой. И не только роговой, но и подлежащие слои. Потому что если мы имеем низкий PH и высокую концентрацию той же гликолевой кислоты, то мы можем добиться эффекта даже срединного пилинга и отшелушить, повредить кожу вплоть до дермы, то есть пройти все 5 слоев эпидермиса. Что касается гликолевой кислоты, то самое основное ее показание – это, конечно, отшелушивание. Оно может быть нужно тогда, когда мы боремся с пигментацией или когда мы работаем с кожей, склонной к воспалениям, например. Как правило, кожа обезвоженная, возрастная, зрелая, с целью антиэйдж-воздействия, тоже гликолевая кислота часто используется. У нее есть свои нюансы применения. И, например, если гликолевая кислота используется в комплексе с другими, то она может, например, неплохо влиять на проблемную кожу. Но если, например, человек с проблемной кожей начинает использовать гликолевый препарат для ухода, где она является хедлайнером состава, то в таких случаях может обостриться, например, акне. Такое тоже часто встречается. Поэтому сразу хочу сказать, что гликолевая кислота – это не компонент выбора для именно проблемной кожи, кожи с активными воспалениями. С активными воспалениями у нас традиционно лучше работает азолаиновая кислота, миндальная, салициловая. Для чего нам необходимо знать об агрессивности гликолевой кислоты? Потому что гликолевая кислота считается фотосенсибилизатором, то есть она фототоксичная кислота, и поэтому все меры безопасности по предотвращению агрессивного действия ультрафиолета на кожу на фоне применения гликолевой кислоты, особенно если это идет речь о регулярном применении, или это, допустим, большая концентрация в пилинге, человек делает курс пилингов, обязательно нужно очень тщательно защищать кожу от солнца. Гликолевая кислота в небольших концентрациях при слабокислом PH очень хорошо работает еще на увлажнении кожи, когда особенно ей помогает молочная кислота, которая является сама по себе очень сильным увлажнителем. Гликолевая кислота будет способствовать тому, что, например, кожа, на которую наносят активные препараты, содержащие ультрамолекулярную гиалуроновую кислоту, например, для каких-то других увлажнителей, будет лучше их усваивать, и гидролепиридный барьер будет восстанавливаться в его водной части. То есть мы будем таким образом повышать гидрорезерв кожи. Кроме того, вот это контролируемое, мягкое, деликатное повреждение небольшой концентрации гликолевой кислоты и, соответственно, при слабокислом PH еще будет способствовать усилению регенераторных способностей кожи. То есть кожа будет быстрее регенерировать, она будет быстрее обновляться, при этом не будет выраженного повреждения, раздражения, шелушения, как при использовании пилингов, например, с ахокислотами. И мы получим тот самый вожделенный омолаживающий эффект, когда кожа начинает быстрее обновляться, то есть ведет себя как молодая и начинает выглядеть более плотной, сияющей, хорошо отражает свет и таким образом выглядит моложе. Как пример, средство, которое содержит гликолевую кислоту из линейки The You, натуральной линейки компании Giltek, я привожу новый тоник Renew Skin Toner, Renew, то есть обновляющий кожу тонер. Он имеет жидкую текстуру, то есть это не гелеобразный тонер, это классический тоник, его наносят при помощи ватного диска оптимально, можно, конечно, кто любит руками наносить, но в целом ватным диском удобнее. PH этого тоника от 3,3 до 3,6 диапазона, в среднем 3,4-3,5, да, у него будет диапазон. PH, то есть это слабокислый диапазон, он не будет сильно повреждать кожу, но при этом он будет достаточно хорошо способствовать тому, что кислоты, находящиеся в этом тонике, будут работать при оптимальном для них PH. Гликолиевой кислоты здесь в составе 1%, и ей будет помогать молочная кислота в количестве 1,5%. Молочная кислота, изначально родственный нашей кожи компонент, входит, собственно, в состав нашего гидролипидного барьера. Молочная кислота при несении на кожу способствует увлажнению. В больших концентрациях, более 20%, она действительно может работать как кератолитик, но в маленьких концентрациях она работает как увлажнитель. Поэтому комбинация гликолевой и молочной кислоты будет оптимально работать еще и на восстановление гидрорезервов, скажем, например, у обезвоженной кожи. Кроме кислот в составе данного тоника еще есть компоненты, которые обладают восстанавливающим действием. Это депантенол, ингредиент, который обладает доказанным, заживляющим, восстанавливающим действием. И элергенин. Элергенин – это основной компонент, на самом деле, кератиноволос и коллагенокожи. Элергенин будет способствовать смягчению действия кислот, будет способствовать усилению регенераторной функции кожи, которую, собственно, запускают кислоты. И в комплексе эти ингредиенты будут способствовать выравниванию тона, будут делать кожу более гладкой, будут делать ее более сияющей, будут снижать явление гиперкератоза. Если они есть, симулировать обновление, если оно замедлено, например, у зрелой кожи. Ну или если изначально кожа замедленно обновляется, это бывает не обязательно в зрелом возрасте, бывает и в достаточно молодом. Если, например, кожа жирная, плотная, комбинированная, гиперкератоз, замедленное обновление, не зависит порой от возраста. Данный комплекс будет повышать за счет кислот, в основном, биодоступность компонентов, которые мы наносим уже в последующем уходе. То есть поэтому данный тоник отлично сочетается с интенсивно увлажняющими сыворотками, сыворотками, которые содержат, например, цинтеллу азиатскую и ультрамолекулярную форму гиалуроновой кислоты. Это будет и, например, Keep Calm Serum с цинтеллой азиатской и двумя видами гиалуроновой кислоты. Это будет наш известное всем интенсив омоложение тоже с двумя видами гиалуроновой кислоты. Если у нас цель стоит в выравнивании тона и избавлении от поверхностной пигментации, то отличным партнером для этого тоника станет сыворотка Альфа Дерм обновляющая. И флюид Альфа Дерм содержит тоже альфа-гидроксикислоты, небольшую, деликатную, достаточно концентрацию, но при этом данная сыворотка используется и в программах ухода за проблемной кожей, и в программах ухода за кожей склонной к пигментации, в том числе и после воспалительной пигментации. И Альфа Дерм будет отлично сочетаться с этим тоником. Что еще важно? Обязательно нужно защищать кожу от солнца. Поэтому мы можем, если индекс ультрафиолетовый в прогнозе погоды высок, больше 4-5, мы используем максимальные варианты защиты, например, мультипротектор. Если, допустим, индекс не очень высок, осенний-зимний период, мы можем использовать, например, CC-крем с SPF 25. Мы можем использовать, если индекс буквально от 0 до 2, можем использовать даже более низкие уровни SPF, например, SPF 15 в креме для комбинированной кожи. Но обязательно должны в дневное время защищать кожу от агрессии ультрафиолета. Мы не забываем, что у нас есть лучи ультрафиолетовые типа B и типа A, которые проходят, например, через даже стекло, и которые вызывают как раз проблему пигментации, малигнизации образований в какие-то нехорошие, злокачественные. То есть работают с кожей эти лучи очень коварно. Поэтому мы все равно должны защищать кожу от солнца, стараться. И мы должны помнить о том, что у данного тоника кислый ПАЖ, поэтому если мы используем, например, в последующем уходе сыворотки с пептидами, то непосредственно после кислого тоника сыворотку Мерилакс или сыворотку 5 пептидов мы наносить не будем. Либо нам нужно подождать примерно полчаса, чтобы наша кожа восстановила свой естественный ПАЖ, который выше 4, и тогда можно наносить сыворотки с пептидами. Либо мы тоник используем, например, в вечернем уходе, а пептиды отправим на утро. Закономерный вопрос, как сочетать с ретинолом. Если у нас есть препараты с активным ретинолом, ретидерм 0,25, 0,5, более высокая концентрация, то, в принципе, с ретинолом кислоты применять можно, но очень-очень осторожно. Поначалу так делать мы всегда не рекомендуем. Но когда кожа уже адаптирована к ретинолу, то есть человек уже давно его использует, несколько месяцев, он уже не реагирует ретинолом, дерматитом на привычную для него концентрацию ретинола в косметическом средстве, добавлять, допустим, кислотный тоник мы можем. Но все-таки я обычно рекомендую, чтобы какую-то предосторожность все-таки обеспечить, рекомендую кислотный тоник использовать в те дни, когда ретинола нет, например, перед другой какой-то сывороткой, которую мы используем, а в те дни, когда ретинол есть, вечера, потому что ретинол оптимально использовать не каждый вечер, а хотя бы через день. Вот в те вечера уже использовать перед ретидермами, например, лосьон концентратнеос с тигидрокритетином и сосудокрепляющими компонентами, или, допустим, успокаивающий тоник Кипкалмаз ДЮ, или там, допустим, какой-то еще, который вам подходит, но не агрессивный. При помощи данного препарата мы можем работать и со зрелой кожей, и программы встраивать его работы с кожей проблемной, но с не очень активным воспалительным процессом. Мы можем работать с кожей, с пигментацией. Отлично будет она сочетаться, гликолевая кислота в составе тоника, с препаратами, которые тоже содержат небольшой процент ахокислот, сыворотка альфа-дерна, например. Таким образом, мы встраиваем данный тоник в те программы, когда нам нужно создать контролируемое, легкое, деликатное повреждение врагового слоя эпидермиса и, тем самым, запустить метаболические процессы в верхних слоях кожи. Если информация была для вас полезна, поставьте нам лайк. Если не полезно, то дизлайк. Но на самом деле ваши лайки и комментарии способствуют продвижению канала и мотивируют нас на запись новых видео с интересующей, возможно, вас информацией. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых видео и до новых встреч!